Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео мы поговорим про сливочные лактонные ароматы. Это тема, которую многие любят. Много раз меня просили снять видео на эту тему, я его еще никогда раньше не снимала. И, наконец, я решилась, посмотрела, нашла в своей коллекции лактонные ароматы. Сегодня у нас будет топ 6 лактонных сливочных ароматов. Это видео я снимаю при поддержке интернет-магазина Рандеву. Ссылочки на ароматы вы найдете в инфобоксе. Также я оставлю для вас ссылку на сам интернет-магазин Рандеву. И промокод на скидку 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте Рандеву. И работает при покупках от 2,5 тысяч рублей. Ну что ж, если вам интересна тема этого видео, то оставайтесь со мной. И я желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем. И начнем мы с моей парфюмерной новинки. Этот аромат только-только появился в моей коллекции. И он, как ничто другое, просто подходит к теме этого видео. Это знаменитый аромат Blanche Bait. Просто все уши мне про него прожужжали когда-то. Я мечтала с ним познакомиться. Делала подход к нему в золотом яблоке. Подумала, да, вау, мне это надо. Но сейчас, я не знаю, может быть сезон другой, аромат для меня раскрылся немножко по-другому. Я читала про него, что он вот просто супер сливочный, супер молочный. И да, определенно в нем есть молоко, в нем есть сливочность. Мне даже мерещится кокос, который не заявлен в пирамиде. Правда, он слегка пахнет кокосом. И это а-ля начинка Рафаэла. Вот это вся нежнятинка. Очень все приятно, очень нежно, очень вкусно. Но вдруг возникает тубероза, которая такая яркая. Я не могу сказать, что супер хищная. Но в то же время она в аромате прям четко ощущается. И он такой, знаете, ну немножко душнило что ли. От него можно устать. Немножко монотонный. Вроде как есть переливчатость. Но я не могу сказать, что вау, он там переливается и переливается. Я за ним не поспеваю. Нет, все-таки он звучит слегка монотонно. Но в то же время приятно. Мне кажется, что просто вот лето не его сезон. И ему нужно дать шанс в холода. А в целом аромат, правда, очень сливочный, лактонный и приятный. Следующий лактонный аромат, про который я расскажу, это Хаяти от Атар Коллекшн. Многие знакомы с этим парфюмом. Вставлю для вас картинку. Дело в том, что сейчас у меня Хаяти закончился. Но я обязательно куплю его снова. Это супер лактонный, сливочный, вкусненький, позитивный аромат. Аромат про малиновое мороженое, которое украшено листочком мяты. Очень вкусный, очень приятный, такой девчачий аромат. Вроде как смотришь на флакон и ожидаешь, что это арабская парфюмерия, что он собьет нас с ног. Но на самом деле нет. У него вполне себе европейское, очень приятное звучание. Ну что ж, идем с вами дальше. Следующий лактонный, сливочный аромат, который я хочу показать, это Италика от Ксерджов Косамараси. Тоже не так давно появился в моей коллекции. Ну как, наверное, уже месяца 4 или 5 я Италику с огромным удовольствием ношу. Давно присматривалась к этому парфюму, прежде чем его купить. Это аромат на тему миндального молока. И вкусных печенек. Вот просто очень уютный, невероятно уютный, вкусный, гурманский, лактонный, молочный. В общем, все, что мы с вами любим, есть в этом парфюме. Супер уютный, на зиму, на осень тоже просто прекрасно. Летом в нем влезает какая-то слегка свербящая нотка. Ну и я вам рассказывала про этот парфюм, видео про антикомплементарные ароматы. Я про него ничего плохого не думаю, но так можно сказать на заметку. Следующий аромат, который я покажу в этом видео, это Ричард белый шоколад. И вы знаете, несмотря на то, что в названии у нас с вами есть белый шоколад, я бы не могла сказать, что он пахнет именно шоколадом. Но если пофантазировать, то да, белый молочный шоколад, или в то же время тоже какое-то сливочное мороженое, или что-то другое, сливочное, молочное. И помимо этого есть фрукты, в общем он сливочно-фруктовый, но не могу сказать, что вот он пахнет на 100% именно шоколадом. Это приятный, вкусный, стойкий, классная такая история, не звучит как пугающая ниша, многим очень нравится, в моей коллекции есть. Правда, я и много делилась, и у меня осталось, наверное, миллилитров 10, но мне этого вполне достаточно. Иногда им пользуюсь. Сзади себя откладываю флаконы. Ну что ж, идем с вами дальше. У нас с вами в этом обзоре осталось еще два аромата. Возможно, я вас удивлю, но в эту подборку я решила включить Кассиопею от Тициана Теренсе. Я всегда чувствовала в этом аромате тарелку сочных спелых фруктов, залитых взбитыми сливками. И для меня это как раз-таки такие сливочные фрукты. Правда, я чувствую в аромате лактонность, сливочность, она есть, она разбавляет фрукты. Да, я уже показывала свой испоганенный флакончик. Дело в том, что жидкость в флаконе желтоватая, я делала отливанты, и вот так вышло, так случилось. Теперь с этим живу, с таким флаконом. И я могу отметить отдельно, что Кассиопея для меня определенно не такая плотная, как Кирки, и как многие другие истории от Тициана Теренса. Определенно здесь есть мускус, он продлевает стойкость аромата, стойкость у аромата феноменальная, но в то же время для меня это не настолько свербящий мускус. И Кассиопею я люблю и ношу. Это просто классный, позитивный, сочный, фруктовый аромат с сливочным акцентом. И последний аромат, про который, так, отложу, последний аромат, про который я расскажу в этом обзоре, это Кип Глазет, рассказывала о нем уже на своем канале и не раз. Люблю этот парфюм, это аромат на тему манго, причем манго звучит в парфюме очень нишево, без какой-то химозности. Манго, который сочетается, помимо всего прочего, с деревяшками, с зеленью, и также здесь есть сливочность. Сливочность очень смягчает звучание парфюма. Ну, также здесь есть тоже мускус, здесь просто потрясающая стойкость, даже, наверное, не стойкость, хотя она хорошая, а просто длиннющий, умопомрачительный шлейф, который идет за вами на километр, или если вы пользуетесь в квартире, вы в одной комнате, он уже гуляет в другую. Просто очень диффузный парфюм, за счет, наверное, мускуса. Он летом тоже плотноват, но зимой, в холодное время года, тот самый слегка собребящий мускус слетает, и мы можем насладиться красивым манго в обрамлении зелени и деревяшек на сливочной такой мягкой подложке. Очень люблю этот парфюм. Ну что ж, и на этом все рассказала вам топ сливочных лактонных ароматов. Если вы знакомы с ароматами из этой подборки, обязательно рассказывайте свое мнение о них в комментариях, что вам нравится, а что не нравится. Также рассказывайте, какие другие сливочные лактонные ароматы знаете вы, любите ли вы вообще это направление в парфюмерии, и какой лактонный аромат ваш самый любимый. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Также в конце я хочу пригласить вас в три моих сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа Распива. Ссылочки вы найдете в инфобоксе и в первом закрепленном комментарии к этому видео. Я буду очень рада вас там видеть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения и всем пока-пока!